Всем привет, с вами Диктофон и сегодня мы поиграем в игру под названием Bloom TD Battles 2 и с этим видео я хочу запустить такую небольшую как бы рубрику по этой игре, где мы будем проверять обезьян, прокачанных полностью по определенной линии. И как раз таки вот в этом видео мы будем проверять нашего шпилькомета, который будет прокачан до зоны шпилек. То есть вот он у меня открыт до конца и вот мы проверим насколько он силен, насколько вообще он способен. И также я буду играть постепенно за других обезьян, открывать у них тоже какие-то последние уровни и мы будем пытаться уже смотреть как они в игре, на что они будут способны и действительно стоит ли они того, чтобы мы долго тратили на их прокачку. Поэтому начинаем. Так и сейчас на своем экране вы видите запись, запись моей игры и не поверите с кем это была игра. Это была игра с другом, потому что знаете что? Почти, ну, невозможно, как по мне, накопить нормальное количество денег, играя просто в ранговую игру. Как бы это очень тяжело, что вы дойдете далеко не побеждая или не проигрывая, потому что до этого, когда я играл, у меня действительно я либо выигрывал, либо проигрывал и это все мешало. И поэтому я решил позвать человека, с которым я смогу кооперироваться где-нибудь в дискорде, в голосовом чате, для того, чтобы мы как бы определились, кого когда отправляем, кого прокачиваем, чтобы мы оба смогли накопить достаточное количество денег на прокачку и потом на проверку. Поэтому большое спасибо тому человеку, который помогал это. Надеюсь, что ты увидишь это видео. Спасибо. Так вот, будем смотреть. Вроде бы пока что все у нас идет нормально. Мы просто... Главная наша задача, это как можно сильнее увеличить заработок. Первостепенная для нас сейчас это как бы задача. И вот так идем и прокачиваемся. И как бы такие видео у меня вот довольно-таки не длинные, потому что я просто хочу показать суть самой вот этой вот игры, чего тут можно добиться, будучи, используя ту или иную обезьяну. И я немного спустился по рангам. На самом деле, пока я набирал опыт, я дошел до 37 как-то. А пока снимал видео и пытался пройти, я несколько раз выигрывал, несколько раз проигрывал. И по итогу у меня сейчас 35 рангов. Ой, как они? Кубков. 35 кубков. Им, наверное, все-таки игры более-менее продолжительные становятся уже где-то на высоких рангах. Так что, как бы, пока что мне это и не светит. Но в любом случае, мы там посмотрели, что да как. Я увидел, что уж очень много людей использует дротикометчика. То есть, он сейчас прям в мете, видимо, все, почти действительно каждый игрок их ставил. И, видимо, они, правда, очень даже сильны. Может быть, я потом проверю, посмотрю, что да как. Пожалуйста, пишите в комментариях, какую бы вы хотели увидеть прокачку обезьяны, чтобы я знал, на какую, ну, кого мне копить, чтобы мы потом проверили, узнали. Могу вам такой мини-спойлер сказать, что, скорее всего, следующая обезьяна, которую мы будем тестить в Bloonsted The Battles 2, это наш Принц Тьмы. То есть, наша обезьяна Маг по нижней линии. Так как я ее очень часто использую, ну, мне она безумно нравится, как в этой игре, так и в Bloonsted The Battles 6. И почти что я накопил на ее улучшение, да, Принц Тьмы. И вот будем смотреть, что она себя представляет. Я надеюсь, что она очень сильна, потому что, как бы, в оригинальной игре она, правда, может справляться с очень большим количеством врагов. А тут вот уже немного другие обстоятельства, об этом будем выяснять все уже в скором времени. В любом случае, как бы, увидим, посмотрим. В последнее время мне очень много зрителей стали писать в том, что они хотят, чтобы я еще поснимал Bloonsted The Battles, что им эта игра интересна. И мне тоже она, в принципе, интересна. Ну, также, пожалуйста, напишите в комментариях, что вам именно было бы интересно увидеть про эту игру. Как бы вот эту рубрику я хочу делать, потому что она, как бы, для меня сама интересна. Вот такие вот делать прокачки до максима, так как это очень редко, на самом деле. Ну, получается такое сделать в обычной ранговой игре, что очень даже, как бы, ну, непривычно. Сделали такие сложные прокачки, ну, где-то всего 1% от игроков умудряются их, ну, действительно прокачать во время игры. Я даже хотел поставить банановую ферму, чтобы прокачивать, но что-то не вышло. Кстати, сейчас я уже даже прокачал зону шпилек, вы могли только что это заметить. Я, если что, с левым, ну, по левую сторону экрана. Надеюсь, что вы это поняли. Так. И, действительно, зона шпилек, вы посмотрите, она очень крутая. Как я хорошо справляюсь с синими муабами, ну, самыми обычными. Это прям вообще здорово. И сейчас деньги я просто коплю для того, чтобы мой друг накопил тоже большое количество денег. И потом мы начали проверять, что к чему, что я смогу пробить, что нет. А на данный момент, ну, вот действительно, знаете, вот чтобы зачистить все, зона шпилек очень крутая. Вот добавить к ней вот эту деревню, прокачивая ее посередине. Это как раз даст ей пробивную способность камуфляжа, а также свинец. И тогда она станет очень крутой универсальной обезьяной. Ой, обезьяной. С строением шпильками все-таки это не обезьяна. Ну, по-моему. Если там, конечно, внутри не сидит. Ну, очень классная, очень сильная. Но, также я вам хочу сказать, что если вы ее будете ставить, то надо будет еще прокачивать какую-то обезьяну, чтобы она прям была такой поддержкой большой. Вот сейчас, кстати, синий, ой, синий, блин, красный дирижабль, и вы посмотрите, она одна спокойно справилась. Как бы мой друг справа, он тоже справился, но вы посмотрите, сколько у него строений. А у меня всего три таких атакующих башни, одна такая деревня как поддержка, и один герой стоит, и все. И тут вот наш такой синий, ой, синий, блин, что у меня все синее? Зеленый. Моап, который мне не очень нравится, с которым, к сожалению, уже не справляется наш шпилькомет. То есть, самого его он может пробить. Ну, а дальше же надо и с красными справиться, и с синими. Видите, он и с красными справился, но, увы, я проиграл. Поэтому, посмотрим. Вот и пришла пора подвести нам итог. Насчет вот этой нашей зоны шпилек. Так-то прикольное, на самом деле, строение, и действительно очень даже полезное. Но, правда, чтобы она действовала в полную мощь, для нее надо прям много еще кого ставить для дополнительной помощи. Так как одна она совсем справиться не сможет, к сожалению. Ну, даже так, это очень даже крутое строение, которое, если у вас будет достаточно денег, и вы сможете ее поставить, я вам советую. Было бы, на самом деле, здорово. А на этом я буду заканчивать это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok